США не могут найти новых покупателей для своего госдолга. Что ж, безнаказанно печатать доллары и долговые бумаги можно только до тех пор, пока их кто-то покупает. Если покупателей не будет, то это выльется в банальную инфляцию. И вот с этим у США в последние годы проблемы. Одно из первых начала сбрасывать госдолг Россия. Другие страны также постепенно избавляются от госдолга США. Доля иностранцев в госдолг США неуклонно сокращается с 2008 года. А как дальше печатать то, что никто не покупает? В 2020 году госдолг США превысил размер экономики, составив 101% от ВВП. И только пока процентные ставки низкие, для США еще возможно расплачиваться по этим долгам. Но инвесторов такая доходность не устраивает, поэтому они и продают бумаги. Если повышать ставки, чтобы привлечь инвесторов, то резко вырастут расходы на выплату процентов. А у США и так дефицитный бюджет. И чтобы выплачивать проценты, надо занимать еще. То есть это уже банальная пирамида, и многие страны, включая Россию, уже не верят в этот МММ. Поэтому властям США все сложнее кому-то все это впаривать. Инфляция уже вылилась на американский рынок. Как пишет издание Bloomberg, рост цен на продукты в США в два раза превысил инфляцию. Потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении. А это уже превышает доходность по американским долговым бумагам, что делает их непривлекательным вложением своих средств. Но и это еще цветочки. Настоящий удар по американцам нанесла инфляция в сфере недвижимости. Цены на жилье в США выросли за год в среднем почти на 15%. Средняя цена уже 315 тысяч долларов. В такой ситуации и дальше печатать доллары становится крайне опасно, так как инфляция больше не уходит за пределы США, как прежде. И голова от печатного станка болит уже не только у других стран, но и у самих американцев. Далее это вызовет лишь рост недовольства населения. За последние годы доля доллара в международных расчетах упала с 77% до 46%. Его в основном заместил евро, увеличив свою долю с 4,5% аж до 30%. Россия за 2020 год сократила расчеты в долларах еще на 2%. На региональном уровне в расчетах с ближайшими странами и вовсе доминирует рубль. Кто бы как его не ругал, но цифры говорят сами за себя. Расчеты за экспорт в рублях выросли с 54% до 70%, импорт с 60% до 75%. При этом российский аналог системы SWIFT уверенно наращивает внутренний трафик. Очевидно, что весь мир постепенно отказывается от доллара. Параллельно с этим Китай завершает пилотные испытания цифрового юаня и в 2022 году сделает его доступным для иностранцев. Первыми опробовать новую валюту смогут гости и участники Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. В США уже такая истерика, что эти игры они хотят отменить. Цифровой юань является прямой альтернативой валюте США, и его внедрение еще сильнее снизит долю доллара в международных расчетах. Не зря США уже сейчас активно обвиняют Китай в подрыве позиции доллара и называют разработку этой валюты финансовым оружием. Значит, это действительно для них угроза. Это подтверждают и в России. Например, российский миллиардер Дерипаско назвал цифровой юань угрозой доминированию доллару. Свои слова он объяснил тем, что с 2022 года, когда станет доступен цифровой юань, штатам станет практически невозможно накладывать санкции. Итак, что мы имеем по итогу? Доля доллара падает. В американский долг уже никто не верит и не покупает. Россия уже перевела расчеты с ближайшими странами на рубли и сделала свой аналог SWIFT. Китай запускает свою цифровую валюту. У американцев растут цены на все, от продуктов до недвижимости. Но кто-то еще верит в вечный зеленый доллар? Субтитры создавал DimaTorzok